Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Не пропустите самое интересное. Какие мероприятия и сюрпризы подготовили организаторы киношока? Помним и скорбим. В Анапе состоялась акция, посвященная событиям 2004 года в Беслане. Удобство и уют. Коммунальные службы благоустроили территорию возле городской поликлиники. В Анапе стартовал юбилейный киношок – фестиваль кино России, страны СНГ и Прибалтики. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что кинофорум традиционно остается вне политики. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что фестиваль помогает сохранять культурную общность соседей по Евразии. А глава города-курорта Сергей Сергеев назвал киношок украшением бархатного сезона в Анапе. Театральная площадь на неделю стала кинотеатральной. По вечерам любой желающий может прийти на сеансы совершенно бесплатно, увидеть фильм из фестивальной программы. Организаторы подчеркивают, что демократичность – одна из традиций киношока, которая сохраняется в течение всех 25 лет. Шествие от театральной до летней эстрады – также неизменная традиция. Мы хотим, чтобы было как можно больше хорошего кино, и в России в частности. По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, программа киношока состоит из фильмов, по которым соскучился зритель, которые помогают формировать нравственный стержень, а без него любые экономические успехи имеют ограниченный смысл. Кино – один из очень действенных и сильных способов формирования нравственности. Конечно, нам хочется, чтобы вот это кино было патриотичным, это кино было таким, каким мы его видели, может быть, в нашем детстве, в нашей юности, которое заставляет верить в себя, в свой народ, в свою землю. Юрий Беляев, лауреат премии Службы внешней разведки России за роль советского разведчика Рудольфа Абеля в биографическом фильме, который вышел на экраны в 2009 году. На фестиваль он прилетел вместе с супругой, актрисой и певицей Татьяной Абрамовой. Это именно тот фестиваль, который соединяет режиссеров, артистов, продюсеров с разных-разных стран, бывших союзных республик и Балтики, республик особенно, которых мы очень редко видим. И это так ценно, именно общение. Если получится, посмотрел бы еще и кино какое-нибудь. В этом году много хороших фильмов. Везде конкурсы очень большие, и везде новые люди, новые фильмы. Но это интересно. К большому сожалению, как и всегда, их можно посмотреть только на фестивале. Председатель жюри Алла Демидова назвала задачу сложной, ответственной, но интересной. В этом году бороться за победу в основном конкурсе будут 8 картин, режиссеры которых уже становились лауреатами киношока в прошлые годы. А это мастера в том числе из Прибалтики, Украины, Грузии. Губернатор подчеркнул, что фестиваль был и остается вне политики. А председатель Госдумы Сергей Нарышкин в специальном приветствии назвал фестиваль праздником для ценителей профессионального, талантливого и самобытного кино. Фестиваль активно способствует укреплению межнационального согласия, мира и дружественных отношений, формированию единого культурного пространства на Евразийском континенте. Желаю участникам и гостям фестиваля приятных впечатлений и всего самого доброго. С уважением, Сергей Евгеньевич Нарышкин. Народные артистки Советского Союза и Туркменской ССР Майи Аймедовой вручают специальный приз «Госпожа удача» имени Павла Вуспекаева. Впереди конкурсные показы, творческие вечера, традиционные гостогаевские встречи. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что фестиваль и Анапу роднят гостеприимство и дружелюбие, а глава города-курорта Сергей Сергеев назвал фестиваль украшением бархатного сезона. Прекрасный, богатый Краснодарский край, Кубань. Спасибо вам огромное. И спасибо тем людям, которые не просто выходят на эту сцену, общаются с нами, помогают нам, а конкретно в их душе есть искусство, чем вы не занимались. Низкий вам поклон, Вениамин Иванович. И низкий поклон нашему дорогому Сергею Павловичу Сергееву. 25-й юбилейный фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстоний киношок объявляем. Амнилию! Браво! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Почтить память жертв терактов пришли представители общественных организаций и молодежного совета при главе города, сотрудники администрации, студенты, жители и гости курорта. Присутствующие возложили цветы, свечи и белых журавликов к мемориальному камню с именами анапчан, погибших при выполнении воинского долга в Чеченской Республике. Губернатор Крави Нямин Кондратьев призвал продвигать кубанскую продукцию на полке магазинов. Вопрос о представлении товаров местных производителей в магазинах розничной торговли обсуждался сегодня в краевой столице. Больше всего в магазинах федеральных сетей, расположенных в крае, реализуется хлеб и хлебобулочные изделия. 83% этой продукции местного производства. Растительное масло и молочная продукция от местных производителей занимают 50%. Плодо-овощная продукция – 65%. По словам главы региона, цитирую, важно, чтобы фермеры могли реализовывать собственную продукцию у себя в регионе. Молочная продукция занимает 50%. И это при том, что наши сельхозпроизводители могут обеспечить магазины молоком полностью. Необходимо искать механизмы, которые позволят найти оптимальное решение. Нашу кубанскую продукцию надо продвигать на полке магазинов. Конец цитаты. Также Кондратьев отметил, что рынок мяса птицы только на 30% занят региональными производителями. И дал поручение вице-губернатору по АПК Андрею Коробке создать условия, чтобы доля кубанской продукции в этом секторе составляла не менее половины. В Анапе перед зданием поликлиники на улице Крепостной установили новые скамейки и урны. Основная задача – улучшить эстетику места, а также сделать участок городской среды более комфортным. Здесь был бетонный пандус для тех, кто передвигается на коляске. Его переделают, выложив плиткой. Новая конструкция также будет соответствовать всем положенным нормативам. Кроме того, у поликлиники заменили скамейки на более удобные, а также установили новые урны. Их стало шесть вместо четырех, и они более вместительные. В Анапе проводятся масштабные работы по благоустройству. В первом полугодии предприятие «Ремстрой» обустроило более 7 тысяч квадратных метров тротуаров и отремонтировали еще порядка 850 тысяч квадратных метров. Новое тротуарное покрытие появилось на улицах Шевченко, Крымска, Ивана Голубца, Горького, Северное, Лермонтово, Парково, Чехово, в Виноградном на улице Гагарина, в Суворов-Черкесском на улице Ивиной. На эти цели из муниципального бюджета было выделено свыше 4 миллионов рублей. Внимание и экстренное предупреждение. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, до 8 сентября местами в крае ожидается пожароопасность 4 и 5 класса. Высока вероятность возникновения природных пожаров. Обращаясь к жителям и гостям города-курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Не разжигайте костры на приусадебных участках вблизи лесных массивов. Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова